Величие, вечный царь и почетное звание сырьевого придатка Китая. Все это – современные реалии Российской Федерации. Однако в пылу патриотической вакханалии пропагандисты карликового правителя забывают упомянуть о другой характерной черте присущей жизни при путинском режиме. Мы говорим о тотальной нищете, которая буквально оккупировала территорию Запоребрика. Для многих людей этот факт кажется очевидным, но в действительности масштабы данной проблемы далеко не всегда ясны. Мы привыкли к тому, что Россия, несмотря на крупнейшие залежи ископаемых ресурсов, является страной беспросветной бедности. Причем за прошедшие 6 лет ситуация приобрела фантастический размах, превратив россиян в рабов, уже не рассчитывающих на нормальную жизнь. Так насколько бедными являются современные россияне? Неужели все действительно настолько плохо? Или весь мир выдумал историю о нищей стране под триколором? Оказалось, что в реальности все еще хуже, чем предполагалось. Это стало известно благодаря масштабному исследованию, проведенному компанией «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». Подлые аналитики решили огорчить любимого вождя и рассказали всю правду про мировую супердержаву. Начнем, пожалуй, с самого дна. Ведь именно в этой клоаке сидят миллионы россиян. Согласно проведенному исследованию, почти 9% населения соседней страны выживают на 5000 рублей в месяц. Это порядка двух долларов в день. Выходит, почти 13 миллионов скрипоносных юнитов являются самыми настоящими бомжами. И это не попытка обидеть россиян, а всего лишь констатация факта. Удивительно, но именно самые бедные слои населения спешат голосовать за любимого вождя, несмотря на скорое открытие сезона охоты на валежник. Благо, хоть найденные в мусорке продукты солнцелики еще не успел обложить налогами. Но если надо будет, то затянем пояса покрепче. Лишь бы подлые американцы, да украинские бандировцы, не захватили бедную россиюшку. Поднимаясь на ступеньку выше в списке шикарных доходов РФИ, мы попадаем на отметку в 45%. Фактически, каждый второй житель РФ тратит в день не больше 7 долларов. В месяц выходит порядка 15 тысяч рублей. Для понимания, в большинстве стран Африки в среднем люди живут на 5 долларов в день. Так что можно с уверенностью сказать, что русский народ просто-напросто с жиру бесится со своими семью баксами. Надеемся, бдительный вождь вскоре устранит этот просчет и восстановит справедливость. Интересно, что еще в 2014 году аналогичная статистика демонстрировала хоть какой-то рост. В те времена более 40% населения Мордора могли шиковать на 10 долларов 70 центов в день. Глядя на сегодняшние реалии, так и хочется сказать. Зато Крым наш. Не так ли? Не нужно быть гением, чтобы понять простую вещь. Потеря 35% доходов напрямую связана с войной в Украине, отжатием Крыма и гениальными операциями в Сирии и Ливии. И тут стоит вспомнить о прекрасной новости, имеющей отношение к аннексированному полуострову. Оказалось, что местному населению катастрофически не хватает деревянных рублей на жизнь. Видимо, элитные российские пенсии немного просели. Поэтому в 2020 году жители Крыма решили поднять цены для отдыхающих на 10-15%. И это в тот самый момент, когда граждане Путина Стана потеряли более трети своих доходов. Полуостров и раньше не пользовался особой популярностью у россиян, а теперь, похоже, там будут отдыхать только самые отпетые орки. Зато мост есть. И близкий друг Путина, Ротенберг, неплохо наварился на стройке. Перечислять успехи путинской команды по медленному уничтожению собственного народа можно долго. При этом граждане безропотно идут на убой, смотря на происходящее в своей стране и тихо мыча в стойле. Для них большую угрозу представляет радуга, изображенная на мороженке. Она, понимаешь ли, превращает их в людей нетрадиционной ориентации. Поэтому радугу нужно срочно запретить или хотя бы перекрасить ее в серый цвет, чтобы не выделялась на общем пейзаже. Вот тогда Россия точно встанет с колен. Мораль сей басни такова. До тех пор, пока население Мордора не останется без единой копейки для жизни, пока люди не начнут кидаться друг на друга с голодухи, ни о каких переменах речи быть не может. Соседям этого безумия нужно как можно скорее отгородиться от российской пустоши и позволить великой стране сгнить изнутри. Это мучительный, но, судя по всему, крайне необходимый процесс. Ведь, как говорится в известной фразе «Пациент скорее мертв, чем жив». Редактор субтитров А.Семкин